Кровью мыта, смотком оповыта, речь посполыта, речь посполыта. Но сейчас не о речи посполитой, хотя и об этом тоже надо будет так или иначе рано или поздно кое-что сказать. Сейчас о Великом княжестве Литовском, Жемайтийском и Русском. И слово «русское» тут не в плане отсылки к некому такому явлению, которое находится на восток от Украины и нынешней Белоруссии. Русское тут в значении принадлежащее Руси. То есть, другими словами, княжества Литвинов, Самогетов и Русинов. Где под словом «русины» поднимаются в первую очередь украинцы. И вот что с этим Великим княжеством Литовским, Жемайтийским, Русским так или не так. Дело в том, что это княжество стало на долгое время консолидационным центром для былой Киевской Руси. В своих разных занятиях, лекциях, сказаниях, книгах и так далее, Я иногда кратко обозначаю эти события как то, что вследствие христианизации в Руси возникла раздробленность. И дальше, соответственно, Русь пересобралась уже как Великое княжество Литовское, Жемайтийское, Русское. Но невежды или сторонники российской пропаганды выставляют на смех саму формулировку фразы, что Русь пересобралась как Великое княжество Литовское. Дело в том, что если люди реально не понимают, то могли бы хотя бы почитать труды официальных ученых, ну или хотя бы школьную программу. Если люди мыслят современными такими уже представлениями о том, что как бы есть народ литовцев, и вот то Великое княжество Литовское, то типа страна, которая принадлежала исключительно нынешним этническим литовцам, это тоже, мягко говоря, не так. Нынешние события отличаются от древних, древние отличаются от нынешних и вот еще более древних, и в каждое время есть свои приколы и свои нюансы. И в те времена Литвой называлась, по сути, Беларусь, а та страна, которая сейчас называется Литвой, называлась, по сути, Самогеттией, отчасти Жемайтией. И дело в том, что Русь была династической державой. На Руси издревле правили древние династии. В более поздние времена это уже были потомки Киевичей. Не зря Нестор Литописец вспоминает именно Киащека, Харива и Либоть, как тех, от которых отсчитывали свою историю князья Киева. Правда, Нестор понятия не имеет, кем был Кий, и вот уже деятели тех времен даже стремились как-то осовременить Киа на те столетия. То есть, когда они вспоминали из каких-то хроник или еще из каких-то текстов каких-то других людей с именем Кий, это же сразу же становилось им интересно, это же сразу же они пытались как-то использовать соответственно в своих целях, своих реконструкций. Когда я выпустил свои материалы касательно гунтского вопроса и упоминал там князя Руса, дядю Аттилы, сразу же, как бы, во-первых, одно создание потом мне говорит, а раньше, как бы, ты давал изображение Руса, оно было другое. Я потом еще несколько недель думал, когда это я ей давал изображение вот этого Руса, изображение которого официально вообще не сохранилось, а то изображение, которое я опубликовал на канале, это изображение, реконструированное нейросетью. То есть, я такой, несколько недель думаю, а что это было? Потом другая фекалочка выставила мне претензию, говорит, Арий, а ты говорил раньше, что Рус, это пять тысяч лет назад, а теперь оказывается, ой, а я-то думала, а это не то. И я такой тоже думаю, чего ты мелешь вообще? И это еще хорошо, что эти все горе-интересанты истории не слушали мои материалы касательно Кемерийского исхода, потому что там я упоминаю аж несколько князей с именем Рус. Потому что в государстве Урарту это было одним из любимых династических имен. И правда в том, что князей с именем Рус было не то, что больше, чем один. Их только вот таких крупных, значимых, насчитается пара десятков. Так же само и князей с именем Кый и разнообразными производными от этого имени. Так же само и князей с именем Атал. И дело в том, что когда поначалу я изучал вопрос с Атилой, когда в текстах рахманской традиции я не нашел ни одного в том временном промежутке князя с именем Атал, я уже сразу подумал, ну ладно. Наверное, как бы Аттила это по официальной версии. А потом вопрос изучил лучше, понял, что нет. В наших текстах просто его называют Всеславом. Великим князем Всеславом. Но по годам, что он делал, соответствует с тем, что в официальной трактовке значится за Аттилой. Это все отсылки к другим моим размышлениям, которые выложены на каналах, на канале, точнее, в первую очередь, на этом, и с которыми вы можете ознакомиться, если постараетесь. И, в принципе, для того, чтобы понимать вообще, как устроены династические державы, вам было бы неплохо с этим всем так или иначе ознакомиться. Но! Вот Киевом правили Киевычи. Во-первых, часть Киевычей погибла еще вследствие агрессии Германариха и его внучатого племянника Венитария. А дальше... Дальше, 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 дальше... Вследствие хазарских поползновений также погибла значительная часть Киевской знати. И плюс еще один неудачный поход на Константинополь, и плюс еще некоторые усобицы, и все это привело к тому, что Русь, в общем-то, была на грани коллапса. От Руси, в общем-то, уже поотваливалось тогда все, что только могло поотваливаться, и в первую очередь северное владение. Именно поэтому Рюрик поначалу установит свою власть в северных владениях, которые, в общем-то, первыми и откололись, которые, в общем-то, первыми и нужно было приводить в порядок. Единственное, что пока Рюрик будет устанавливать свою власть в северных владениях, и когда он умрет, то уже возникнет конфликт Олега с Аскольдом и Диром. Но то более глубинная тема. Однако, Русь была династической державой. Державой, которой правила династия. Когда-то это была династия Киевычей, с которой скрестилась династия Русичей, потомков древнего Руса, сына Богу Мира. И там также с этим всем были связаны другие династии. Скифские, Сармацкие и другие. Сейчас не буду даже это все перечислять. Но позднее, когда в качестве ядра нового разума всего этого пришла династия Рюриковичей, в общем-то, держава возродилась. Держава возродилась приблизительно как если взять какой-то даже, в принципе, такой престареленький комп, но поставить туда мощный процессор. Мощный, вот самый мощный по сокету данной материнской платы. вот на сколько чипсета, на сколько других функций материнской платы хватает поставить процессор, оперативную память и радоваться. Вот как такую реанимацию можно представить себе для компа, которая может старому компу дать как бы новое дыхание. Такой реанимации для Руси стало пришествие Рюрика и дальнейшее правление его потомков. Но случился позднее очередной кризис, когда случилась гражданская война между Ярополком и Владимиром. И по сути тут в каком-то смысле можно даже считать, что эта война по сути закончилась только уже с образованием Речи Посполитой. Потому что Владимир захватил власть, но позднее все равно сын Ярополка Святополк продолжил дело отца. Позднее уже внук Ярополка Скалополк ушел в западные земли во главе целого такого бродячего воинства. А Владимир, его сын Ярослав и другие в общем-то все это время крестили Русь и решали какую именно версию христианства именно садить. В общем-то можно еще проанализировать ситуацию с тем, как позднее Ярослав подставит своего отца приблизительно так же, как его отец подставил своего отца и брата. Поэтому вот Владимир стал в действительности переломным моментом для Киевской Руси и хоть нынешняя историческая трактовка чуть ли не боготворит Владимира, но Владимир Креститель это, пожалуй, единственный из наших правителей, которого условно я был бы готов подарить московитам вот потому что потому что не жалко. вот на Рюрика на других пожалуйста не надо чтобы они свои лапки протягивали. Рюрик не имел отношения к московитам никакого. Рюрик пришел с западных земель. То есть по понятиям нынешних россиян он вообще как бы плохой человек потому что он европеец. Рюрик пришел потому что был в союзе с жречеством из Крастана с элитами древними еще династическими элитами Киева и как бы таким путем получается что по понятиям нынешних россиян он был бы или сам бандеровцем или другом бандеровцев. То есть в любом случае как ни крути россияне настоящего Рюрика никогда бы не не смогли не понять не уважать ничего. Был бы Рюрик сейчас он воевал бы за Украину. Были бы россияне тогда они бы не понимали и ненавидели Рюрика. Но по такой вот как бы что почему бы нет они решили сейчас этого древнего деятеля себе присвоить. И даже в российской Википедии значится что он первый монарх российского государства. Какого российского государства которое он в жизни не видел. Которого на момент его жизнедеятельности вообще не было и даже не планировалось. Но вот так сказать они могли бы и Цезаря записать уже в первой монархии своего государства. Почему бы и нет? Если Рюрика записали то Тутанхамона почему нет? Но у литовцев с этим было тоже все достаточно интересно. И позднейшая литовская идеология пыталась связать литовскую государственность с как раз родственником и другом римских императоров а вместе с тем с узурпатором понтийского царства с товарищем Полимоном. Все это ввиду того что собственно около пятого века нынешней эры видимо после поражения Аттилы какая-то часть баспарянской элиты отправилась на Балтику и там осела между балтийских народов куда до тех пор были уже и этрусские и другие всякие выселки. поэтому балтийские народы это народы которые во многом подобны славянам вообще разделение на балтов и славян случилось намного позже чем разделение допустим балтославян и германцев германцы отделились раньше но всевозможные индоиранцы всевозможные греки и другие кельты те же самые отделились еще еще намного намного раньше и долгие столетия как раз территории Литвинии они наполнялись разными интересными этническими династическими компонентами но так получалось что там никакая из этих сил не могла взять верх с одной стороны доминировали местные элиты древние которые были уважаемы еще чуть ли не с ратайского исхода но но также приходили какие-то новые роды какие-то новые осколки народов они это все вливались их также никогда не было какого-то такого доминирующего большинства которое могло бы подчинить всех остальных поэтому в общем-то они также оседали занимали свою какую-то нишу и ситуацию это не меняло когда же возникла уже в общем-то Русь Киевская держава поначалу Литва была в общем-то вассальной зависимости от Руси полу балтская полуславянская полоцкое княжество было в общем-то ближайшим к Литве и во многом родственным той же самой Литве и соответственно ну это княжество было в составе Руси и оно позднее подчинялось в общем-то потомкам Владимира однако потомки Ярополка Святополка Скалополка они ходили по в общем-то западным рубежам Руси и пытались заключить союз с Польшей поначалу потому что поначалу Скалополк надеялся именно что поначалу еще даже Святополк надеялся на то что в общем-то польская корона окажет ему поддержку потому что в свою очередь у его отца также были контакты с Польшей и даже с католическим миром и вот какие-то были такие попытки сдружиться с католиками с Польшей но Польша по какой-то причине выбрала в тот момент заниматься своими делами а позднее Ярослав Мудрый даже поляков смог более-менее примирить не зря же он был все-таки мудрым и так получилось что единственное к кому могли прибиться на тот момент уже полукатолические а полу еще ведические или как сейчас говорят языческие воинства потомков Ярополка Святославича это были как раз литовские народы и они осели среди соответственно литовских народов стали по сути дела княжить и с тех пор это конец десятого века по сути дела Литва выходит из вассальной зависимости от Полоцка и от Руси да еще соответственно половец полоцкие князья пытаются брать с Литвы дань но Литва уже укрупняется собирает вокруг себя другие местные какие-то княжества народы и дальше с востока приходят татаро-монголы а с запада приходит Ливонский Тевтонский орден и как бы татаро-монголы с одной стороны ударяют по Руси а Ливонский Тевтонский орден ударяет соответственно по балским народам в этот момент Русь оказывается раздробленной в этот момент по сути дела титул великого князя Руси принадлежит в своем полноценном состоянии хану хан хоть им не пользуется но по своему значению для Руси он занимает позицию аналогичную той которую занимал великий князь потому что если ранее в Руси великий князь назначал всех остальных князей да это делалось в основном по родовым правилам по правилам наследования и так далее и так далее но великий князь все равно решал и великий князь все равно мог что-то переиграть если считал что это нужно тут же произошло иное и большая часть земель Руси в принципе признала зависимость от татаро-монголов пусть условно пусть и временно пусть и для собственно Киева и других собственно русских то есть украинских городов эта зависимость была фактически исключительно как такое вассальное подданство без какого-либо культурного соприкосновения просто теперь кто будет киевским князем или туровским или переославским решал хан и хану приходилось давать некоторую дань но хан не приходил и не вмешивался во внутренние дела в общем-то самих княжеств внутри княжества жили продолжали жить ровно так же как они жили столетия до этого и ну когда-то вообще часть этих княжеств еще платила дань хазарам и что и жили и нормально в принципе да это как бы нехорошо платить дань по сути тем кто благодаря этой дани только укрупнится и потом так сказать все равно это вражеская сила лучше так сказать спонсировать кого-то кто занимается чем-то достойным правильным праведным поэтому некоторым князьям это дело не нравилось но как бы с другой стороны если с чисто таких прагматичных соображений то когда-то они пролотили дань хазарам потом они платили дань киевскому князю теперь они платят дань золотоордынскому хану в принципе существенно жизнь не меняется а вот на Залесье происходят вообще другие события и да этот период времени еще Новгород полностью откалывается от Руси и в отличии от Залесья Новгород не ложится под Золотую Орду Залесье полностью ложится под Золотую Орду и то что сейчас в принципе в учебниках преподносится как там Невский все дела типа какая-то самобытность Московии сохранялась ой очень очень это все у меня вызывает сомнения учитывая что зачастую те кто так говорят ссылаются на источники сохранившиеся в единичном варианте и то где-нибудь в Москве а как эти ребята умеют подделывать источники это в общем-то известно поэтому вопрос остается вопросом и что там творилось один черт знает но независимо от всего этого проблемой было было то что во-первых князья Руси не особо то и пытались собраться многие из них пытались наоборот еще благодаря в общем-то золотой орде как-то порешать свои внутренние династические споры кому из них отойдет тот или иной город кто из них там более родовитей и так далее как-то так получилось что благодаря особенно еще христианским проповедникам и благодаря некоторым первичным поражениям от татаро-монгольских войск многие князья согласились что в общем-то да теперь татаро-монголы правят и мы теперь их типа вассалы и при этом между собой они пытались все равно решать какие-то вопросы между собой они пытались решить кто у них главнее они пытались каждый по-своему как-то ублажить хана чтобы он выдал ярлык именно этому а не тому пытались объяснить почему так следует делать и христианская церковь все это еще сильнее культивировала никакой это название не хозяйственного сооружения собственно на даче а это название столицы золотой орды ну хорошо хоть не так как в общем-то историки назвали типа древнегунское государство возможно так сказать если по теории ротцев когда норманисты говорят что варяги шли мимо финоугров по лесу с веслами финоугры кричали им грибцы что на их языке звучит как ротца ну и соответственно так возникло слово Русь вот если по такой теории в стиле задорного можно было бы сказать что кто-то просто из славян сказал татаро-монголам что столица их похожа на сарай и они такие все будет у нас столица сарай но как бы я в этом не уверен и я бы тут предложил другую версию что сарай это так же попытка создать свою аналогию царь города в общем-то сарай как царий царственный город но эту версию так же следует изучать исследовать потому что все-таки все-таки дела там очень были непростые и очень слабо определяемые и получилось что с одной стороны литовские народы получили толчок ввиду того что туда пришли воины отколовшегося витка династии Рюриковичей они не имели своего применения в общем-то в Руси они пополнялись всеми не согласными с политикой Владимировичей они пополнялись всеми кто не хотел принимать христианство балские народы на тот момент не приняли христианство но как и все те кто исповедовали ведическую традицию или языческие учения на базе ведического знания они очень терпимо относились как к другим вариациям родной веры так в общем-то и к христианству поэтому те из воинства которые уже были христиане их не заставляли отрекаться от христианской церкви их никак не преследовали ну просто что ну и не становились христианами и сами а просто знали ну этот христианин мы не христиане ну как бы ну и что для в общем-то представителей ведической традиции знать что кто-то не является представителем ведической традиции как-то нормально ну как бы почему бы и нет кроме того в рамках самой ведической традиции издревле была куча культов куча вариаций воззрений куча разных философских учений поэтому почему бы кому-то из них не быть христианами в общем-то это дало возможность синхронизироваться балтским народом с вот этим беглым с Руси воинством плюс это беглое воинство поскольку оно обладало превосходящим военным и организационным потенциалом по отношению к в общем-то самим балтским народам оно смогло осесть в территориях расселения народа литвинов и там в общем-то сформировать свой осередок свой центр из которого они сразу же начали предпринимать попытки отвоевать принадлежащие им по праву территории в общем-то основной Руси и если до татаро-монгольского нашествия это в общем-то выглядело достаточно так себе сомнительно поскольку вести на свою родину войска несколько отличающиеся по этническому составу ну или попросту говоря войска инородцев плюс еще Русь крестили в Руси уже начало распространяться христианство а значит с точки зрения христиан балты были язычники и таким путем среди самой Руси вот эти потомки Ярополка теряли последнюю последние какие-то опоры поддержки потому что они мало того что проиграли в гражданской войне Ярополка и Владимира мало того что Святополк бежал мало того что даже Скалополк не смог ничего сделать и бежал еще дальше мало того что в общем-то они сели получается среди инородцев среди этих балтов так они еще и сами язычники и осели среди язычников и ведут на Русь воинство язычников то есть особенно с подачей христианской пропаганды они выглядели уже очень даже негативно но все изменило татаро-монгольское нашествие поскольку в Руси элиты увидели что христианской церкви татаро-монголы не мешают в Руси многие местные элиты увидели что местная вот эта вариация Рюриковичей Владимировичей они в основном сами грызутся за власть им подходит идея платить дань татарам они не пытаются собраться вот после наверное битвы накалки больше не было попыток собрать все силы Руси всех княжеств и дать золотой орде какое-то генеральное сражение даже если представить себе княжество без залесья хотя бы собрать там Черниговская Переяславская Киевская Галецкая Волынская Туровская и другие вот чтобы они все вместе собрали свои силы и вдарили там по сараю вдарили там по другим каким-то центрам по идее если бы нашелся на тот момент такой местный Святослав он мог бы повторить поход и сделать сараем то что в свое время Святослав сделал с Итилем и с Аркелом Белой Вежей но на тот момент своего Святослава в Руси не нашлось а Гедемин Древний начал по чуть-чуть вести переписку с местными элитами с какими-то теми Рюриковичами которые в общем-то или не были Владимировичами или которые даже из Владимировичей ну были максимально здравомыслящие начал переписку с Святослав и в общем-то заручился их поддержкой дальше сын Гедемина Древнего Витань начал уже свое продвижение в общем-то в плане походов в тот же момент сильнее на Литву начал давить уже Ливонский орден и этот орден стал занозой и для в общем-то народа Латвии и для народа Литвы и для всех наверное взаимоотношения с орденом это вообще отдельная тема просто наличие такого ордена вынуждало литовцев и прижимает максимальной милитаризации просто если бы они не милитаризировались до предела они были бы захвачены крестоносцами и были бы насильно крещенными чего они не хотели поскольку со стороны Рюриковичей как бы они собственно на этой почве и покинули Русь и скитались и страдали а со стороны коренного населения ну так тоже какого фига они веруют в общем-то родным богам они знают своих предков зачем им Авраам родил Исаака Исаак родил Иакова и вот это все они знают своих предков которые вот порождали соответственно поколения и венцом этих поколений стали самим Балты кстати если почитать Гетику Готского историка Йордана он рассказывает что слово Балт в переводе с древних языков означает отважный ну или даже если не означает то имеет одно из значений как отважный то есть Балты это отважные и Литвины в действительности были отважными вследствие дипломатической деятельности Гедемина Древнего вследствие дипломатической деятельности Виттеня Дальше вследствие дипломатической деятельности Скаламенда и Гедемина в общем-то Гедемина Великого значительная часть княжеств Руси присягла на верность уже в общем-то Литовской династии территории Полоцкого княжества и некоторые находящиеся рядом были включены в общем-то в владение Великого князя Литовского и были названы Великой Литвой с сохранением Малой Литвы как бы с сохранением глубинных аспектов Самогетии и дальше была присоединена Русь когда Гедемин Великий вступил в Киев в общем-то знать его приняло он посадил своего представителя и но княжество киевское княжество не было упразднено не было захвачено по сути дела киевское княжество как было до этого столетиями так и осталось единственное что что Киев уже был не столицей а был одним из всего лишь таких княжеств по сути в составе другого государства но в составе Галицко-Волынского королевства в общем-то Киеву уже было не привыкать отказываться от своих столичных ролей поэтому поэтому что привлекало мелкую знать разных там Светольдовичей мелких каких-то Рюриковичей всех знатных вельмож тогдашней Руси и воевод в первую очередь что привлекало их в Гедеминовичах в отличие от своих же князей их привлекало то что они являются реальной той силой которая может освободить в общем-то народ от татаро-монгольской зависимости кроме Киевского княжества все остальные территории которые вошли в состав Великого княжества Литовского сразу же были избавлены от уплаты налогов Орду с Киевским княжеством это не получилось поскольку если начально Орда просто как рекетиры как хрень какая-то со степи пришла и заставила платить дань абсолютно незаконно абсолютно подло то позднее когда Данила Голицкий уже вступал в разные переговоры и с в общем-то Папой Иримским и с Золотой Ордой и так далее Несмотря на множество величайших дел которые он сделал у него была и некоторая ошибка то что он подписав один из договоров с Золотой Ордой в общем-то таким путем узаконил право Золотой Орды требовать дань с Киева поэтому прискорбно но Киеву пришлось еще какое-то время платить дань хоть Киев уже и был присоединен к Великому Княжеству Литовскому однако все уже никаких ярлыков уже никакого вмешательства Золотой Орды во внутренние дела Руси вообще не то что не предполагалось это уже стало невозможным в Киеве сидит представитель литовской династии столица это Вильно и как бы пойди попытайся татаро-монголин добраться до Вильно поэтому Вильно и есть Вильно потому что туда ни крестоносцев поначалу ни христианских каких-то деятелей ни татаро-монгол никого не пускали в отличие от ряда городов которые уже как бы были невольными Гедеминовичи есть кстати вопрос о том Гедемин древний или Гедемин великий назвал Вильно и создал в общем-то этот город но так или иначе один из этих Гедеминов создал Вильно также прошу не путать в общем-то Гедемина древнего и Гедемина великого прошу не путать Витофта и Витэня Витэнь это древний князь который правил после Гедемина древнего а Витофт или Витольд в другом произношении это князь который уже был во времена соответственно Альгерда и то есть намного уже позднее и вот так и вот так и вот так в отличии от безвластия в отличии от усобиц в отличии от постоянных каких-то династических склок вот эта династия была более сконцентрированной и была более продуктивной чем в общем-то то во что выродились Владимировичи ну в общем-то Владимировская ветвь Рюриковичей в самой Киевской Руси и также Гедеминовича избавляли от зависимости от татаро-монголов и также вследствие того что Данила вел переговоры с Польшей в общем-то позднее корона Данилы отошла пястом польской династии и позднее получается у Гедеминовича и не осталось в общем-то в Руси никакого серьезного конкурента потому что Залесия на тот момент еще не лезла в южные в юго-западные дела Новгород в принципе сам вел переговоры вхождение в Великое Княжество Литовское потому что для повержения ордена для в общем-то оптимизации деятельности для других процессов Новгород воспринимал Вильну как новый Киев и ждал что как когда-то Киев был такой вот крышей которая взимала немного дани и в случае чего защищала Новгород от разных там чертей всяко разных от того же ордена от того же залесия от всех вот кто иногда на него покушался и Новгород ждал что Вильну особенно еще теперь Вильну намного ближе к Новгороду чем Киев поэтому Новгороду Вильну даже было более удобно чем собственно Киев но тут уже не случилось тут уже московиты подсобрались и сами свое так сказать великое княжество объявили потому что орда потеряв в общем-то зависимые земли Руси потерпев ряд поражений в общем-то слабло погрузилось во внутреннюю особицу это дало возможность и московитам поднять головы из болот и в общем-то они успелись подсуетиться и захватить Новгород поэтому да по сути дела Великое княжество Литовское это всего лишь пересбор той же самой основной части Киевской Руси без Новгорода и Новгородского княжества без Залесья и без Галецко-Волынского королевства все остальные земли былой Киевской Руси вошли в состав Великого княжества Литовского Литовского